Факты. Явления. Технологии. События. Все это можно объяснить за 900 секунд. Не верите? Сейчас мы попробуем вам это доказать. Нина Максимова. Преподаватель математики. Призер и лауреат Олимпиады имени Элера среди учителей математики. Член жюри Санкт-Петербургской Олимпиады школьников по математике. Автор методички к научно-популярным книгам для просветительского фонда «Эволюция». В чем суть теоремы о четырех красках? Представьте себе географическую карту. Представьте себе контурную карту. Вспомните свои уроки географии из школы. И вот вам нужно раскрашивать эту карту в разные цвета, каждую страну своим цветом. Разные страны разными цветами. А у вас всего четыре цветных карандаша. И, конечно, будет плохо, если у вас две соседние страны будут покрашены в один и тот же цвет. Так вот, оказывается, четырех цветов точно хватит, если, конечно, использовать их с умом. Правда ли, что все началось с простой раскраски карты? Получается, что да. Хотя, дело в том, что началось очень давно, поэтому нет никаких гарантированных исторических свидетельств, когда кто-то сказал, «Вау, какая классная математическая задача!» И здесь нет истории про Кёнигсбергские мосты, с которой началась теория графов Эйлерово пути. То есть такого явного флага на исторической линии, когда появилась такая задача, нет. Но, судя по всему, да, судя по всему, действительно проблема выросла из раскрашивания географических карт. Когда карты уже были, а хороших красителей было раз-два и обчелся, да к тому же они были дорогие, поэтому их нужно было экономить. То, что трех красок мало, доказать очень легко. Представьте себе кружочек, вокруг которого нарисованы три полосочки. Как ни пытаетесь, у вас не получится раскрасить такую карту в три цвета, потому что каждая страна на такой карте граничит со всеми тремя остальными. Поэтому трех цветов точно не хватит. Опять слишком много? Ну, как сказать слишком много? Почему же много? Пять – это больше, чем четыре, конечно, но это не значит, что какой-то цвет лишний. Можно и в пять раскрасить, можно и в десять. Очень красиво получится. Нет понятия «слишком много», а теорема говорит о минимально необходимом количестве. Не то, чтобы если вы возьмете пять карандашей и начнете красить свою контурную карту, то пятый карандаш будет вам как-то мешать. В крайнем случае вы можете просто отложить его в сторонку. А можете какую-нибудь одну страну перекрасить в этот лишний фиолетовый цвет, и, пожалуйста, у вас будет пять цветов. Поэтому говорить «слишком много» – это, конечно, неправильно, просто не то, чтобы много, а более, чем достаточно. Четырех достаточно, а пяти – более, чем достаточно. Самое первое доказательство опроверг математик Перси Хибут. Что было не так? Дело в том, что самое первое доказательство содержало логическую ошибку. Самое первое доказательство заключалось в следующем. Доказывающий привел аргумент, который показывал нам, что невозможно нарисовать такую карту, где каждая страна граничит с четырьмя остальными. Я вот только что объяснила, что трех цветов мало, продемонстрировав карту, предъявив карту, в которой каждая страна граничит с тремя. А вот нарисовать карту, в которой каждая страна граничит с четырьмя, невозможно. Это довольно легко доказать. В математических терминах это звучит следующим образом. Полный граф на четырех вершинах, на пяти вершинах, не является планарным. Не суть важна, что значит граф на пяти вершинах не является планарным. Но это несложный факт, который можно легко доказать. Но дело в том, что этот факт никак не доказывает, что четырех красок хватит. Он только доказывает, что нарисовать карту с вот такой проблемой невозможно. Но это не значит, что других проблем нет. Может быть, мы просто не додумались до какой-то другой проблемы. Вот поэтому первое доказательство было неверным. А какую альтернативу предложил Хивут? Он не предложил никакой альтернативы. Дело в том, что принцип «критикуя, предлагай» у нас тут не действует, у нас, у математиков. Можно просто покритиковать и развернуться, надев белое пальто. Если ты нашел ошибку, значит, она там есть. И ты не обязан исправлять эту ошибку. Хотя, конечно, хочется. Но даже если у тебя не получилось, это не значит, что нужно закрыть глаза на эту ошибку. Если ошибка есть, надо обязательно о ней сказать. В 1977 году доказательство гипотезы четырех красок было, наконец, получено Кеннетом Апелем и Вольфгангом Хакеном. Как они доказали проблему? Они доказали эту проблему с использованием компьютерного перебора. Компьютер перебрал довольно большое количество вариантов за них, а после этого они слегка допилили это доказательство напильником, то бишь логически. В чем суть их доказательства? Ну, общая идея заключается в следующем. Оказывается, если стран достаточно много, больше, допустим, миллиона, то легко показать, что четырех красок хватит. Это, конечно, противоречит нашей интуиции. Кажется, что чем больше стран, тем сложнее. Оказывается, нет. Дело в том, что чем больше стран, тем проще заметить некоторые повторяющиеся структуры, которые можно использовать для раскрашивания. И вот Апел и Хакен доказали, что условно, если стран больше миллиона, там на самом деле, конечно, какое-то другое, но довольно большое число, если стран больше миллиона, то все получится, а вот если варианты от маленьких чисел до миллиона, перебрал за них компьютер. И вот в результате из этих двух деталек складывается полное доказательство. Это, на самом деле, довольно очевидный переход. Вообще, переход от любой практической задачи к математической задаче заключается в построении математической модели. Составить уравнение, составить числовое выражение, придумать функцию и так далее. Для этого нам нужно понять, что нам в нашей практической задаче важно, а что можно отбросить. Если мы красим в цвета какую-то географическую карту, то нас, например, мало волнует, какие полезные ископаемые добывают в этой стране. Нам это без надобности. А еще нам без надобности, какой формы эта страна. Нам важно только, есть общая граница у двух стран. Можно их красить в один цвет или нельзя. И больше ничего. Значит, у нас есть какой-то набор объектов, стран, и есть между ними некоторые взаимоотношения. Либо у них есть общая граница, либо у них нет общей границы. И такая конструкция действительно очень легко переводится на язык графов. Что такое граф? Граф — это точечки, соединенные линиями. Схема метро, например. Типичный граф. Давайте все страны заменим на их столицы. Вместо области будем брать точку. И будем соединять две столицы линией, в том случае, если у этих стран есть общая граница. У нас получится граф, который сохранил важную нам информацию, наличие общей границы у двух стран или ее отсутствие. Но при этом мы убрали все лишнее, мы отчистили все от шелухи. И это очень выгодно, что мы перешли на язык графов, потому что теория графов — это развитая область математики, в которой есть много теорем, которые мы можем теперь применять. Как только мы перевели задачу на хороший математический язык, мы можем использовать математические инструменты. Вот так произошел переход от карт к графам. А почему вопрос доказательства проблемы о четырех красках — вопрос веры? Дело в том, что с доказательством Аппеля и Хакена связана следующая история. Они, конечно, компьютер уговорили перебрать миллион вариантов, и вроде как все получилось, и все хорошо, и во всем миллионе действительно четырех красок хватает. А потом в этом переборе обнаружился пробел, обнаружилась дыра. Оказалось, что целую ветку вариантов рассмотреть забыли. Естественно, не компьютер забыл, а Аппель и Хакен забыли заложить это в программу, которая все это проверяла. Ученые, конечно, закрыли эту дыру, но закрыли они ее каким образом? Они сказали, «О, слушайте, действительно, целую ветку вариантов потеряли. Ну, слушайте, сейчас мы ее отдельно разберем». И получается история с серебряными ложечками. Ложечки на месте, а садочек остался. Где гарантия, что они не потеряли еще что-нибудь? Нужно же тогда всю программу целиком пересматривать и разбираться. А вдруг они, на самом деле, не одну ветку вариантов потеряли, а 25? Поэтому, конечно, эта программа и это доказательство долгое время вызывало споры в сообществе. Если компьютер в состоянии провести трудоемкие вычисления и доказать гипотезу, то почему же в математическом мире так укоренилось недоверие к результатам решения проблемы? Давайте все-таки разделим два этих факта. Компьютер, несомненно, в состоянии провести огромные вычисления, но не надо думать, что компьютер в состоянии доказать гипотезу. Компьютер может перебрать миллион вариантов, компьютер может перебрать миллиард вариантов, еще больше вариантов, но все равно конечное количество вариантов. Дальше все равно придется думать человеку. И это раз. А теперь два. Для того, чтобы компьютер что-то начал проверять, мы должны компьютер научить, как проверять. Программу все равно пишет человек. А человек может ошибаться. Поэтому, конечно, недоверие и недоверие к любому доказательству — это вообще признак хорошего математика. Хороший математик никогда ничему не верит на слово. Хороший математик разбирается в доказательстве буквально с микроскопом, и каждое утверждение подвергает сомнению. А компьютерный перебор и программу, написанную человеком для этого перебора, очень сложно аккуратно и скрупулезно подвергнуть сомнению, потому что перебор огромен, и проверить его руками невозможно. Получается, что вроде как мы что-то сделали, а проверить мало кто может. Поэтому, естественно, такие доказательства вызывают больше критики и больше сомнений. Так теорема о четырех красках доказана или нет? Современное математическое сообщество уже считает, что доказано. Уже расковыряли всю эту программу буквально по молекулам, перепроверили все сто пятьсот раз, и все, больше ничего не потеряли, проблема доказана. Популяризатор науки Стивен Барр предложил логическую игру на бумаге для двух игроков, названную «Четыре краски». Если теорема доказана, в этой игре нет проигравших? Увы, проигравшие есть. Дело в том, что то, что четырех красок достаточно, не означает, что мы можем использовать эти четыре цвета как попало. Для того, чтобы удалось достаточно сложную карту раскрасить всего в четыре цвета, нужно использовать мозг и как-то рассуждать, и как-то логически выбирать, в какой цвет красить каждую очередную страну. Просто так наугад, на удачу вряд ли получится. А игра действительно интересная, и что классно, в нее можно играть буквально без каких-либо гаджетов, можно играть просто на бумаге, можно случайным образом нарисовать произвольную карту, выбрать себе четыре цветных карандаша и попытаться ее раскрасить. Это теорема, как и многие теоремы математики, буквально витает в воздухе и используется много где. Но часто бывает, что мы, конечно, не замечаем, что происходит в каких-то технических вещах, которые существуют вокруг нас. Ну, давайте рассмотрим какие-то два примера применения. Какой-нибудь банальный пример. Если мы работаем в типографии и хотим сэкономить на краске, и хотим напечатать какие-нибудь листовки, то заведомо известно, что четырех цветов нам хватит. Белый, черный, какой-нибудь там розовый и зеленый. И этих четырех цветов хватит для того, чтобы напечатать листовку, которая будет везде контрастной. Пожалуйста, совсем банальное применение. А есть гораздо более глубокое применение. Например, при передаче информации по оптоволокну. Что из себя представляет оптоволокно? Это трубочка прозрачная, по которой бежит свет. Свет бежит очень быстро. Поэтому если мы с одного конца трубочки фонарик зажжем, с другого конца мгновенно будет видно свет. Но если трубочка такая одна, то получается, что мы можем в один момент времени только либо зажечь фонарик, либо погасить фонарик. Один бит информации, либо единичка, либо нолик. Если мы хотим передать длинную цепочку информации, а в современном мире эти цепочки из единичек и ноликов, конечно, гигантские, то нам придется этим фонариком щелкать так, что у нас палец заболит. Поэтому по оптоволокну информация передается не по одной трубочке, а по целому пучку трубочек. И получается, что мы информацию читаем со среза на этой трубочке. С одной стороны в каждое волокно поступает или не поступает свет, а с другого конца мы видим такую световую картинку, как японский кроссворд. Где-то черненькая, где-то беленькая. Так вот, очень важно, что теорема четырех красках верна, потому что теорема четырех красках гарантирует нам, что при передаче информации таким образом, она информация по пути не искажается. Это значит, что информацию, запущенную в этот пучок оптоволокна с одной стороны, невозможно интерпретировать на другом конце никак иначе. Что если произойдет какой-то сбой в процессе, вот внутри этого огромного толстенного кабеля, то будет очевидно, что произошел сбой, когда мы увидим картинку на том конце. И это очевидно именно благодаря теореме о четырех красках. Есть ли в математике другие подобные веселые теоремы? Я не знаю, какую теорему вы считаете веселой. По мне, так большинство теорем довольно веселые. Но это вкусовщина, конечно. Ну вот, например, есть Лемма Холла о юношах и девушках. Представьте себе, что у вас есть несколько юношей, несколько, ну не знаю, допустим, 20. 20 юношей. Одному юноше нравится несколько девушек, там 3, 4, 5 или 7. Другому юноше тоже нравится несколько девушек. Причем некоторые даже из тех, что нравились первому юноше. И вот в совокупности этим 20 юношам, в совокупности, нравится 20 девушек. Каждому из юношей какой-то там набор. Так вот, оказывается, если вот количество таких юношей и девушек одинаково, то их можно всех счастливо переженить. Ну, счастливо с патриархальной точки зрения, что каждый юноша будет женат на той девушке, которая ему понравилась. Ну, например, можно порекомендовать зрителям зайти на сайт «Математические этюды» и поиграть в игру о четырех красках. Можно прямо на компьютере попробовать пораскрашивать карту в четыре цвета и убедиться, что действительно даже на очень сложных картах работает. Четырех цветов хватает. Есть что добавить? Пиши в комментариях.